МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Позже оказалось, что пожарные спешили на ладок из Хавели, где загорелась пятиэтажка. Из-за аварии на место пришлось вызвать еще одну спецмашину. Из огня в газифицированном доме вытащили 19-летнюю девушку, ее трехлетнего сына, а также мужчину, который пытался самостоятельно потушить пламя. И еще одно ЧП сегодня произошло на дороге. На Молоково Toyota Vits загорелся прямо на проезжей части. Пожар произошел в час пик около 6 часов вечера. К моменту приезда пожарных автомобиль уже было не спасти. Огнем его охватило за считанные минуты. По предварительным данным, никто не пострадал. Сейчас устанавливаются причины возгорания. Под черным небом до понедельника в Красноярске вновь минимум на 4 дня продлен режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Напомню, это означает, что в нашем городе сохраняются погодные условия, при которых невозможно рассеивание вредных примесей в воздухе. Таким образом, только в феврале красноярцы проведут под черным небом минимум 12 дней. Еще 8 было в январе. Добавлю, во время режима НМУ предприятия должны снижать уровень своих выбросов. И чем выше степень опасности этого режима, тем больше ограничений для загрязнителей. Учитывая это, многие говорят о необходимости вводить второй уровень опасности. Но в Красноярском гидрометеоцентре утверждают, что все еще не так плохо. Пятница – день трезвости. Объявить безалкогольным. Последний день рабочей недели предложил новый начальник краевой полиции Александр Личицкий. Именно так, по его мнению, надо бороться с пьяной преступностью. Об этом он сегодня заявил депутатам на сессии Заксобрания. И это не единственное предложение начальника Главка. Тему продолжит Татьяна Стрельцова. Объявив, к примеру, пятницу днем трезвости, запретив продажу спиртных напитков в этот день. Я ничего смешного не говорю, уважаемые коллеги. Вряд ли депутаты Заксобрания ожидали чего-то подобного, слушая доклад Александра Ричицкого. Глава краевой полиции попросил отнестись к его словам со всей серьезностью. А свое предложение аргументировал неутешительной статистикой. По его словам, пьяная преступность в крае зашкаливает. В целом, за последние 7 лет удельный вес преступлений, совершаемый гражданами в состоянии алкогольного опьянения, возрос вдвое и достигает 41,9%. В России он составляет 37%. Еще одна инициатива начальника краевой полиции – возрождение вытрезвителей. В этом случае аргументом стал успешный опыт ТВ Башкирии Татарстана. Простые красноярцы призыв Ричицкого бороться с пьяными преступлениями в целом одобрили и говорят, что готовы к сухому закону на один день в неделю. Ничего плохого нет. Если бы он вообще запретил, другое дело. Один день безалкогольный, я думаю, ни для кого не будет какой-то проблемы. Во-первых, преступность понизится, потому что все преступления совершаются, как правило, в пьяном виде, в состоянии алкогольного опьянения, за руль садятся. Разные скандалы, траки. Люди становятся более агрессивны, когда выпьют. Я думаю, что это разумно, потому что все равно, очень много молодежи подвержено лишней выпивки, даже ненужной выпивки. Я думаю, что это хорошее решение. Это не решит вообще абсолютно никакой проблемы. То есть люди, если захотят выпить, они купят алкоголь в четверг, они купят его в среду, они купят его через интернет, в ларьке. Я считаю, лучше нужно бороться с теми, кто продает алкоголь плохого качества, когда люди травятся, и достаточно печальный исход потом. По словам специалистов, такая мера, как трезвая пятница, в первую очередь должна оградить людей от бытового пьянства. Те, кто попадает в ДТП или становится жертвой преступления в нетрезвом виде, как правило, не страдают тяжелой формой алкоголизма, а просто спонтанно перебрали спиртного. Медики меру пятничного ограничения поддерживают, говорит зам главного врача краевого наркодиспансера Евгений Абакумов. Люди, которые в обычные дни держатся, скажем, без алкоголя, а в пятницу начинают настроение испытывать более веселое, и принимая алкоголь, уже не имеют каких-то таких останавливающих моментов, потому что впереди два выходных. А вот социологи опасаются. Число пьяных преступлений может и сократиться, но употребление контрафакта возрастет. Как подчеркнул сегодня Александр Ричицкий, ограничивать продажу алкоголя законом не запрещено. Однако, пока неизвестно, когда его предложения воплотятся в жизнь. Еще нужно разработать проект краевого закона и согласовать его с депутатами. Татьяна Стрельцова, Павел Тюкавкин, Новости ТВК. Поддерживаете ли вы запрет на продажу алкоголя по пятницам? Как думаете, поможет ли такая мера снизить количество пьяных преступлений? Высказывайте свое мнение на наш смс-сервис 9020 с пометкой ТВК, комментируйте в группе ТВК ВКонтакте, оставляйте сообщения в Вайбер и Ватсап на номер 8923-165-45-00. Ваши сообщения зачитаем в прямом эфире. Но пока к другим темам. Владимир Путин приедет в Красноярск. Как стало известно новостям ТВК, президент страны планирует приехать в город в начале марта. Цель визита, которую озвучивают наши источники, это проверка подготовки города к зимней универсиаде и инспекция строительства спортивных объектов для студенческих игр. Напомню, последний раз Путин был в Красноярске в 2012 году, тогда еще в роли председателя правительства. Его визит был приурочен к проведению Красноярского экономического форума. Глава государства принял участие в работе нескольких площадок, а после отправился в Абакан. Там он провел совещание, посвященное дополнительной финансовой помощи пострадавшим от землетрясения районам. До этого в 2008 году Владимир Путин принимал участие, например, в открытии моста через Енисея на глубоком обходе. Укрепление рубля – удар для отечественной экономики. Об этом заявил глава Минсельхоз России Александр Ткачев. По его словам, понижение курса негативно сказывается на экспортном потенциале России. Это, цитата, серьезный минус не только для сельского хозяйства, но и для промышленности и других секторов экономики. Конец цитаты. В прошлом году в России собрали рекордный урожай зерна – больше 119 миллионов тонн. При таком объеме в Минсельхозе надеялись на серьезный экспорт, однако рубль начал укрепляться, что может сказаться на поставках. Отмечу, в феврале доллар опустился ниже 57 рублей впервые с июля 2015 года. Напомню, ранее в декабре прошлого года укрепление рубля назвал нежелательным министр финансов Антон Силуанов. Тогда он подчеркнул, что для промышленности это приведет к снижению конкурентоспособности. Жилье эконом-класса, оплата за ЖКХ, как в элитной квартире. Будущие жильцы новостроек в Нанджуле заявляют, управляющая компания Покровские ворота 2 навязывает им свои услуги. Сегодня людей встретили нецензурной лексикой и угрозами. Подробности в сюжете далее. Если со мной бороться не это, я не прогиб, а мы раз в поле какой-нибудь и все. Вот так вежливо и учтиво встречают у дома 4 по улице Ольхова и его будущих жильцов. А все потому, что собственники не согласились с выбранной для их дома управляющей компанией Покровские ворота 2. Люди решили образовать свое, и с уже вот только такая конкуренция оказалась не по вкусу обслуживающей организации. Две белые машины, набитые бородками, с цепями, качки и начали угрожать откровенно, что поломают руки, поломают ноги, ударили человека по руке, выбили телефон сотовый, который упал, потом еще этот телефон пнули. Вот в такой давке, суматохе и маленькой комнате будущие собственники жилья подписывают документы на свои квартиры. Среди всего прочего в папке и договор о сотрудничестве с компанией Покровские ворота. Будущие собственники рассказывают, в такой суматохе можно и не заметить, что за документы подписал. Выбор по компании подписать, да, вот так вот ненавязчиво, ненавязчиво подвели. Но сначала показалось, что вот ведомость, распишитесь, посмотрите здесь, вот вроде бы ничего, это за бланк, а бланк написан договор. Жильцы уверены, таким образом управляющую компанию им навязывает застройщик фирмы «Сибиряк». Там новостям ТВК сегодня пояснили. На сегодняшний день жильцов в доме, которое вы говорите, заселены в 10%. Какое они имеют право там чего-то решать по управляющей компании? Мы то считаем управляющую компанию, которая проверенная. И к ним никаких претензий. Претензии к компании есть у жильцов. Новоселы считают, что тарифы слишком высоки для эконом-жилья. За квартиру площадью 57 квадратов ежемесячно придется платить около 2000 рублей. Если учесть плату за отопление и воду, то проживание станет вовсе дорогим удовольствием. Если в среднем по городу 26 рублей за квадратный метр, то тут около 33 рублей за квадратный метр. Поэтому, естественно, нас это как собственников далеко не устраивает. Представители Покровских ворот 2 говорят, тарифы обоснованы, ведь с 1 января 2017 года они рассчитывают цену по новому закону. Нововведения в законодательстве подтверждают и юристы. Вот только действовать начнут они с 1 июля. А значит, говорить о повышении тарифов рано. Поставить точку в споре жильцов и бизнесменов можно будет только через месяц, 15 марта. Именно тогда будут подводиться итоги голосования за управляющую компанию. Вот только будет ли смысл, если большинство людей подпишут договора не глядя уже сейчас. Алена Крашенинек, Александр Тропин, новости ТВК. А я напомню, что сегодня мы обсуждаем инициативу нового главы краевой полиции сделать пятницу днем трезвости. Вот что пишут наши телезрители. Поддерживают детей, надо растить, пить некогда. А численность сотрудников на улице он увеличить не хочет, спрашивают наши телезрители. Бред какой-то в любом ларьке. Купить спиртное можно в любое время. Опять с витринными мельницами бороться за наши деньги будут. Прикрыли бы лучше пивнушки. Их по городу больше, чем продуктовых павильонов. Лучше запретить, пишут зрители. Меньше пьяных алкашей ночью орать будут. Полный бред. Пить запретили, курить запретили. Я думаю, нужно запретить нашим депутатам много думать. Но стоит отметить, что это инициатива не депутатов как раз таки, а нового главы краевой полиции. С четверга буду затариваться, пишут наши телезрители. Зашел в магазин в 7 утра, пиво не продали. Зашел рядом в павильон и свободно купил. Бред да и только. Народ потравят контрафактом. Кто-то хорошо нагреет на этом руки. Это Россия, пишут наши телезрители. Мы вернемся обязательно к вашим сообщениям. Ну а сразу после рекламы мы поговорим с представителем бизнеса, как это все повлияет. Это новости ТВК и День трезвости. Мы обсуждаем сегодня это предложение нового главы краевой полиции Александра Речицкого. По его словам, напомню, запретом продавать алкоголь в пятницу можно снизить количество преступлений. Ну а как отреагировал на это бизнес? Спросим у гостя. У нас в студии Виталий Бондарев, председатель правления Краевого союза малого предпринимательства. Здравствуйте. Добрый вечер. Первое ваше впечатление было, когда вы сегодня услышали вот про такую инициативу? Ну, я думаю, что первое впечатление, наверное, что мы опять боремся с ветряными мельницами, потому что все запреты, они порождают теневой рынок. И мы с этим уже сталкивались и проходили. Это, например, город Иркутск. Это то же самое может быть и у нас. И мы должны понимать, что любая запретительная норма, она порождает как раз тот бизнес, который ждет этого, который этого хочет. Это незаконный бизнес. И они понимают, что если эта инициатива будет одобрена, тогда для них открывается зеленый свет. И хочет у нас бороться полиция, не хочет бороться с этим теневым рынком, мы не знаем, но он существует. И существует в огромном масштабе. Потому что если приводить статистику Минпромторга, то мы знаем, что очень достаточно большого нелегального алкоголя присутствует на территории Красноярского края. И эффективности борьбы с ним нет. И только вот такие запретительные нормы, они способствуют его росту. Я полагаю, что, наверное, надо искать другие методы борьбы. Один из них, это, наверное, профилактика преступлений. И не только полиция должна в этом участвовать, но, наверное, и жители города Красноярска. Потому что мы зачастую хладнокровно относимся к тому, что происходит вокруг нас, не замечаем каких-то вот этих действий, которые противоправные. Если мы все вместе в этом будем принимать участие, я думаю, мы наведем порядок. Мы понимаем же, что сотрудник полиции, участковый на своем участке, один не сможет провести в полном объеме ту профилактику, которая бы способствовала. Сначала было бы неплохо начать вообще эту профилактику делать, потому что очень часто, и у нас множество материалов, когда люди обращаются к участковому, и ноль реакции. Да, я сам с этим сталкивался. Я вот вам перед эфиром говорил, что была ситуация, когда я ехал за рулем, ну, пьяный водитель по встречной полосе, обгоняя всех, летел. Ну, я не выдержал, конечно, я позвонил в полицию. Первое, что они сделали, они перенаправили жалобу мою участковому. Через 15 минут мне звонит участковый и спрашивает, где можно взять у вас объяснение, куда подъехать. Наверное, должно быть совсем наоборот. Они сначала должны, наверное, задержать преступника, этого нарушителя, да, принять какие-то действия, предотвращение этого преступления, а потом уже брать объяснение. Я думаю, надо и подходы полиции менять в этом направлении, потому что мы ничего так не исправим. Скажите, вот неизвестно вообще, эта инициатива будет рассмотрена или нет, но все-таки, если вдруг такое случится, и пятница станет днем трезвости, как это повлияет на бизнес? Потому что бизнес, малый и немалый, он уже на протяжении долгого времени работает в новых условиях по отношению к алкоголю. Ну, я думаю, бизнес в этой, ну, если эту инициативу все-таки примут, бизнес, наверное, понесет какие-то потери. Потому что законный предприниматель, а у нас в Красноярске в основном все законные предприниматели, кто работает с лицензией официально, они будут вынуждены подчиниться тем законам, которые принимает у нас законодательное собрание. Но незаконный и теневой бизнес, конечно же, он будет процветать. И для предпринимателей, для законных, это все-таки будет значительный ущерб, потому что мы будем способствовать росту теневого бизнеса, а для тех, кто занимается законным, это будут убытки. А у вас сейчас есть данные, сколько вот этого теневого рынка? Ну, если опять же говорить про временные сооружения, да, то статистика, ну, на наш взгляд, очень печальная. Администрация примерно три года назад приводила цифры, да, что у нас в Красноярске примерно половина павильонов, это незаконная. Сегодня ситуация, возможно, изменилась, судя по тому, что сколько незаконных павильонов вывезли на спецстоянку. И мы смотрели... То есть по-прежнему очень острая такая история для Красноярска. Да, да, и она не меняется. Спасибо большое, у нас очень мало времени. Виталий Бондарев был у нас в гостях, и мы продолжим сразу после рекламы. Не переключайтесь. Это новости ТВК. Мы продолжаем. И снова к вашим смс-сообщениям. Сделать пятницу днем трезвости сегодня предложил новый глава полиции. Имитация бурной деятельности. Ничего это не изменит, пишут наши телезрители. Меня вообще удивляет смысл запретов. Я думаю, что было бы логично продавать алкоголь только ночью, когда дети и адекватная часть населения спит. Не вижу ничего плохого в таком запрете, но лучше бы профессионализм своих работников повышали, пишут зрители. И никто не предлагает открытую пропаганду абсолютной трезвости. Не бывает культурного питья. Никто не пытается просчитать процент увеличения людей абсолютно не пьющих и даже в Новый год. А они есть, мы есть, пишут телезрители. Ну что ж, разные мнения. Мы пока продолжаем. И к другим темам. О продаже Красноярска нефтепродукта речи не идет сегодня. Об этом стало известно на сессии ЗАГС Собрания Края. На предприятии им предстоит провести процедуру финансового оздоровления. Сейчас у КНП положение не из лучших. Чистая прибыль компании сокращается несколько лет подряд с 300 до 5 миллионов рублей. Напомню, в начале года глава региона назвал этот государственный актив проблемным. Виктор Толоконский предложил найти КНП инвестора. В состав Красноярска нефтепродуктов входит около 140 АЗС и 14 нефтебаз. Краю принадлежит 77% акций компании. До середины апреля на предприятии будут проводить внутренний аудит. Проверку проведет и счетная палата. Есть цель кардинального улучшения показателей. В первую очередь это показатели связанные с маржинальностью, с работой над себестоимостью, со снижением объема дебиторской задолженности, и соответственно кредиторской тоже. И вообще с более прозрачными процедурами. Звучала вполне себе справедливая критика по аппарату управления. Это в планах тоже есть. Пленником собственной квартиры стала жительница дома на проспекте Свободный. Ксения Александровна Масловская, ветеран Великой Отечественной войны, вот уже год не выходит на улицу. Лифт в доме сгорел, а спуститься с седьмого этажа самостоятельно пенсионерка в инвалидном кресле не в силах. На все просьбы власти и коммунальщики только обещают, но ничего не делают. Тему продолжит Виктория Столярова. А вы, пожалуйста, придерживайте, чтобы я, не дай бог, не уронил маму. Только с помощью таких деревянных балок и автомобильного троса у Ксении Александровны есть возможность выйти на улицу. Да и то не всегда. Ветеран Великой Отечественной передвигается исключительно в инвалидном кресле. Пенсионерка живет на седьмом этаже, ее прогулки на свежем воздухе можно присчитать по пальцам. С тех пор, как в марте прошлого года в доме сгорел лифт. Когда лифт работал, довезут меня на коляске. До лифта спустят вниз. И я тут проехала, на машину села и поехали мы на дачу. А сейчас? А сейчас я в коридор не выезжаю. А воздухом балкон открываем. Так то прохладненько, там нормально. В инвалидную коляску пенсионерка пересела три года назад. Сходни пообещали выдать в местном отделении соцзащиты. Вот только к концу 2017 года. Родственники ждать не стали и сын женщины самостоятельно сконструировал вот такие деревянные рельсы. Сначала они были поменьше, чтобы покрывать ступени только при выходе с подъезда. Пандуса ведь здесь нет. Но после поломки подъемника конструкцию пришлось удлинить. Один я, конечно, не могу, потому что это опасно. И я боюсь, что, не дай бог, я ступлюсь. И это все. То есть, когда я приезжаю на машине, просто беру трос, буксировочный трос машины, цепляю за эту колясочку. И мне кто-то из соседей или сын, если он здесь есть, помогает затаскивать маму наверх. В Совете дома уверяют, с жалобой на сломанный лифт они прошли все круги бюрократического ада. В жилфонде, что сейчас обслуживает дом, пояснили, подъемник заменят за счет программы капремонта. В марте мэрия включит дом в краткосрочный план на 2017 год. Но и это не дает гарантии, что жильцам сделают новый подъемник. Только после этого, когда у нас на руках будет решение общего собрания, мы сможем объявить конкурс на проведение проектных работ. После завершения проектных работ и согласования со всеми участниками процесса, объявим конкурс на выполнение строительно-монтажных работ. Это не первый подобный случай, когда из-за бездействия чиновников или бюрократических марафонов люди с ограничениями становятся узниками своих квартир. Отсутствие пандуса в этом доме на Кольцевой привело к трагедии. В июле прошлого года красноярец с ограниченными возможностями здоровья совершил в этом подъезде самоубийство. Четыре года он добивался от властей и коммунальщиков установки здесь такой необходимой ему площадки. Но в официальных письмах приходил ответ. Панду здесь появится только по программе капитального ремонта к 2038 году. Жильцам со свободного 75Б пообещали, что новый лифт в их доме появится к концу этого года. Вот только Ксения Александровна переживает. На следующей неделе у нее юбилей 90 лет. И подруги-одногодки без лифта вряд ли придут ее поздравить. Виктория Столярова, Владимир Антонов, Новости ТВК.